Всем привет! Вы на канале It's My Life. Это моя жизнь. И с вами я, Наташа. Дорогие мои, посмотрите, мы находимся в Австрии на озере Ахен. Хочу вам показать, какое оно чистое, прозрачно. Ой, скульзкое, хоть бы мне туда не скатиться. Я тогда остановлюсь. Смотрите, какая красота. Неописуемая. Вон дальше, красиво. И посмотрите, сейчас я приближу камеру, чтобы вам было видно, какая она прозрачная. Ой, как здорово. Как всегда, беру вас с собой и заряжаю вас позитивом. А вот я, укутанная, холодно. Сзади снег лежит. Мои мальчишки катаются на лыжах. А я, как всегда, иду в шоку, покупать масло. К Новому году хотят открыть этот бар. И они открыли ворота. И мне разрешили сюда зайти. Хочу приблизиться к воде. Но предупредили, что очень скользко. Посмотрите, где я стою. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 30 декабря 2023 год Я делаю прогулку вдоль озера Ахань Смотрите, какая она прозрачная, чистая горная вода Какая красота Как я уже упомянула, мои мальчишки катаются на лыжах А я вдохновляюсь природой И иду на небольшой шоппинг Здесь есть фабрика, где производят какое-то необычное масло Если честно говоря, я еще не знаю какое Я вчера случайно услышала в сауне от посетителей, которые расхваливали это масло И одна женщина говорит, что завтра я встану и буду выглядеть здесь на 10 лет моложе Но посмотрим Я думаю, что там не только для тела производят масло, насколько я знаю, Австрия очень знаменита тыквенным маслом Так что беру вас с собой Обратите внимание на архитектуру старинных зданий в Австрии Тут же горы Сзади Если вам видно, там горы катаются на лыжах А летом посмотрите, чем здесь можно заняться Кататься на лодках, на яхтах В озере Ахнь А какая красота Вот посмотрите, какие-то пузырьки Я думала, что это рыбки Нет Видите, что это? И вот-вот-вот-вот Именно в этом месте Какая интересная архитектура Посмотрите, внизу из камней А сверху такая стеклянная пирамида Если я не ошибаюсь, там, по-моему, кафетерия Можно кофе попить А я ищу завод, который производит масло Что-то мне говорит, нужно идти сюда Вот эти милые люди подсказали мне, что я пришла Именно здесь находится эта фабрика Которая производит какое-то особенное масло Приглашаю вас с собой Хвалят, говорят, они уже третий год здесь И каждый раз заезжают, покупают Друзья, ну теперь я знаю Консультант этого магазина объяснила мне Что Тироля Штайн-Оль Также известно, как тирольское каменное масло Добывается из сланцевых пород В австрийских Альпах Это удивительное масло получает из горных сланцев Содержащих остатки древних растений Ну я так думаю, наверное, им даже миллионы лет Процесс включает прессование и вытягивание масла С использованием специальных машин Считается, что каменное масло Обладает рядом полезных свойств Включая антисептические и противовоспалительные свойства Его также используют в косметических и медицинских целях На входе этого магазина стоит вот такая елочка Украшенная разными кремами Сегодня приезжают наши друзья И мы с девчонками планируем посетить этот музей Этот продукт популярен в Германии и в Австрии И я хочу посетить эту экскурсию Чтобы увидеть, как его производят, это масло Несмотря на то, что я предпочитаю Вы знаете, такие бренды, как Ламер и Ла Прери Я готова проэкспериментировать с этими продуктами С этим маслом, кремом И цены здесь вполне доступны Даже самый дорогой крем стоит, по-моему, около 25 евро Если у них есть интернет-магазин Я обязательно поделюсь адресом с вами Знаете, мои дорогие, некоторые кремы Не уступают своим дорогим аналогам И это вызывает у меня всегда интерес Я готова экспериментировать, пробовать новые продукты И, конечно же, поделюсь с вами своим впечатлением О результатах обязательно расскажу Называется деревенский магазин Давайте зайдем В этом магазине можно же эти масла купить Цена такая же, не дороже Магазин небольшой, действительно деревенский Показываю, что можно приобрести Если у вас, вы где-то живете Может, в апартаменте, не в гостинице Где нужно готовить Тут есть небольшой магазинчик Где можно закупиться По крайней мере, на завтрак Вот такой шоп Ну, такие сумки в основном для сауны 20 евро Это что вы можете с собой привезти 45 Вот такой колокольчик Звучит, правда, не очень Вот, посмотрите, какой красивый Этот звонкий И он стоит 28 евро И сделан под старину Вот такой магазинчик Здесь продавца нету Вы берете, что вам понравилось Вот, например, 4,50 Вот такая бабочка Для огорода Вы выбираете себе Все, что вам понравилось Все, что вы хотите приобрести Купить И идете в магазин Сюда уже и расплачиваетесь И везде эти гномы Вот, какие красивые олени По 45 евро С золотыми рогами Посмотрите, какое боди С перьями Австрийская национальная обувь Лодочки 80 евро Красивый жакет Вот, какой красивый жакет на новый год посмотрите какое золотое платье 200 евро но как мой консультант мне сказала позже что именно это платье этот дердл только для молодых девушек именно этот образ друзья примеряю для вас элегантный зеленый бархатный дердл цена 300 евро и конечно же для завершения образа выбор блузки это как вишенка на торте в ассортименте различные блузки с ценами от 80 до 130 евро получила от консультанта предложение примере серую юбку поскольку сейчас предпочтение отдается именно юбкам на последнем октоба фест в мюнхене заметили что многие предпочитает этот стиль она принесла юбку хотя она кажется мне немного большевата и к ней она добавила черную кружевную блузку по вашему мнению какой образ стоит рассмотреть сейчас я примеряю другую юбку она покороче как мне кажется тоже в тридцать восьмом размере но сидит лучше у нее есть такой интересный ремень с серебряной пряжкой но знаете если вот честно говоря как-то в этих образах я себя чувствую немножко постарше что вы скажете на все это мне понравилось это черный боди его даже рассматриваю с учетом ваших советов по разнообразию гардероба я экспериментирую и примеряю красную юбку хоть она мне немного великовато но я просто хочу показать как это выглядит в другом оттенке создавая немного другой образ если сахара машина а них не манула продавец особенно расхваливает этот образ зеленая юбка черный боди расхваливает ей этот образ больше всего понравился мой консультант предлагает не ограничиваться и носить эту юбку не только по особым случаям и праздникам а рассматривать ее как стильный элемент повседневного образа сочетать ее с уютным свитером и высокими каблуками такой лук тоже будет выглядеть красиво и стильно и представляю вам другой образ серая юбка с нежными оттенками молочного цвета дополненная шерстяной хлопковой легкой нежной блузкой с вышивкой в виде косичек на оставьте свои комментарии как вам такой австрийский образ а я еще раз примерила эту черную блузку боди обыкновенным моим черным лыжным брюкам уж очень она мне понравилась пишите в комментариях и в завершении примеряю шерстяное пунчо с натуральным мехом как вам такой образ а это я бурнелла кучинелли вязаная шапка от hermes и сейчас вы видите множество украшений которые идеально сочетаются с национальным нарядом до в этом магазине можно полностью составить свой образ начиная от нижнего белья колготок и заканчивая верхняя одежда и аксессуарами погода нам повезло солнышко светит уже второй день ой дед мороз лезть подарочек несет в этой деревне очень много апартаментов которые апартаменты можно снимать здесь жить магазинчик я вам показала приготовить самим завтрак ресторанов здесь много в любой гостинице можно прекрасно поужинать вот напротив вот если эти апартаменты вон там напротив уже лыжня вот такой магазин местный а там разные вина сыр вы видели и здесь можно сразу же покушать посмотрите как уютненько мне очень нравится посмотрите какие горы вот если сравнить внизу люди стоят а сзади их вот такие массивные огромные большие красивые могущественные горы сейчас я к ним подойду везде ресторанчики голодным здесь не останешься подойти кто к церкви посмотрите она прямо под ножей гор стоит в одессе ездит в такие же бесплатные автобусы они туристов разводят по всей деревне по всем лыжным местам два летающих объекта вдалеке в небе видите вы здесь можете кататься на беговых лыжах и на горных дошла до этой циркушки смотрите как она современная стеклянная дверь и наверное закрыта пойдемте дальше гулять написано вход за углом но пойдемте сегодня в пол пятого служба прежде чем окунуть свои ручки в световую воду можно руки продезинфицировать я буду тихо говорить небольшая деревенская церквушка очень даже лаконичная знаете даже хотела уже удивиться что церковь закрыта потому что у нас в германии церкви не закрываются днем и служба я вам сказала что сегодня будет в пол пятого и днем церкви всегда открыта я потихоньку возвращаюсь в нашу гостиницу сегодня должны подъехать наши друзья с которыми мы встречаем уже можно так сказать десятилетиями это наша традиция на новый год на неделю или как получится в этот раз на 4 дня на 4 ночи выезжаем всегда в австрию где мы можем отдохнуть ментально зарядиться на весь год как получится просто отдохнуть потому что вся эта суета нас всех так закруживать заворачивать особенно перед новым годом и сами знаете да сколько нужно всего сделать и поэтому просто наслаждаемся когда мы вместе общаемся гуляем катаемся на лыжах ни о чем не нужно беспокоиться комнату твою беру тебя накормят и это действительно люксус который мы себе позволяем на новый год с друзьями так и зимний наш отдых сейчас увеличу там далеки озеро а меня заинтересовало посмотрите а там купаются я хотела заснять посмотрите какая интересная гостиница очень много стекла и дерево и вот на улице у них бассейн то плавают здесь вот бассейн обогревается и плавает там далеки в джакузи купаются я сейчас вам покажу своим пальчиком по правой стороне двухэтажная спа люди там отдыхают это посмотрите как сказочная избушка а это может быть даже есть есть сама сауна так пошла узнавать нет не упала все нормально пошла хочу узнать название гостиницы как мне к ней пройти и не провалиться а в огняхов все вот так называется гостин я сделала запрос и они пришлют нам имел если у них весной у нас в принципе это еще не весна зима у нас есть еще одна неделя каникулы это будет феврале и если у них получится у нас по времени тоже но у нас правда там будет только всего пару дней две-три ночи и может быть мы приедем хотя бы на пару ночей покататься на лыжах и отдохнуть в этой гостинице вот такая небольшая деревушка сейчас вам покажу раз-раз-раз вот смотрите но с такими большими возможностями и зимой и летом это я к тому что возможности в таких местах очень много скучно никому не будет и что конечно тоже немаловажно очень вкусная еда в австрии и прекрасно если кто любит изысканную вина то здесь вы их найдете а Смотрите, вот эту вот штуку она надувает, я думаю, что здесь будет партия на Новый год, на Селезье. Она становится все больше и больше. А, и может быть, даже она будет плыть по озеру, а вы будете там, ну или не вы, не мы, а кто-то другой, танцевать и встречать Нового. Дорогие мои, я надеюсь, что такая небольшая прогулка по Австрии вдоль этого озера Ахен-Зи, озеро Ахен. Вам понравилось, что вы смогли вместе со мной немножко отдохнуть, отвлечься от каких-либо забот и вместе со мной прогуляться. Я даже сегодня была с вами в местном магазине, примеряла национальную одежду. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось на мне, что меньше всего. А может быть, вообще вам не понравились эти образы, которые я сегодня примеряла для вас. Так что жду ваших комментариев. Всех обнимаю. Всего вам самого доброго и хорошего. Оставайтесь мне все живы и здоровы, счастливыми и до новых встреч в новом виде. Посмотрите, какой вид возле нашей гостиницы. Может, мои мальчишки там спускаются? Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Наташа. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok